Последняя лекция Я попробую досказать что-нибудь про дискретную вероятность Ну и следующий пункт программы, которая у нас есть Это мы снова вернемся к схеме Бернулли Что это такое, в общем, уже обсуждалось Сейчас мы поймем какие-нибудь вещи про схему Бернулля Для начала пусть C Это будет случайная величина, которая принимает значение единицы с вероятностью p И значение 0 с вероятностью q, что есть 1 минус p Ну, понятно, что у такой случайной величины Матожидание это единица на p плюс 0 на q То есть просто p Ну и значит дисперсия, она нам тоже пригодится дальше А этой самой случайной величины это матожидание ее квадрата Минус квадрат матожидания Но поскольку это самая случайная величина и она в квадрате Это просто одно и то же То мы здесь просто получаем p минус p квадрат То есть p на q Это вот дисперсия данной случайной величины Ну сразу давайте отметим Значит, p на 1 минус p Дисперсия всегда меньше либо равна 1 четвертой Вне зависимости от того, какое было p Дисперсия всегда будет меньше равна 1 четвертой Потому что это выражение достигает максимума своего при p равном 1 второй Вот Это если случайная величина одна Давайте теперь вспомним, что такое схема Бернолли Там нужно было вместо одной случайной величины завести их Много и независимых одинаково распределенных Как это достигается? Нам нужно тогда взять уже вероятностное пространство Это будет много Омег Скажем Н штук И завести Как дальше? Дальше завести распределение На этом самом вероятностном пространстве Давайте я лучше буду писать омегу А координаты буду как-нибудь по-другому обозначать Это множество таких омег У которых много координат Вот И наша случайная величина Катая случайная величина Вот омеги Катая Она будет просто оставлять Катую координату Остановились на том, что мы заводим Вероятность этого пространства Уже В котором омега Сразу несколько координат Вот И вероятность Вероятность того, что выпала одна конкретная омега Да, иксы это нолики и единички Вероятность Одной конкретной омеги Будет следующее Это будет П В степени сумма Иксов На Ку В степени Н Минус сумма Иксов Вот В этом случае Понятно, что сумма Всех Сейчас Вероятность Да, все правильно В этом случае сумма всех Пшек по всем Возможным омегам Какие тут есть Иксов В степени Н Штук Это будет как раз единица А вот И Распределение Разных ксишек Будут как раз Одинаковые И они будут независимыми На самом деле Данная кси Она зависит только От кат и координат От всего остального Она не зависит А поэтому Вероятность того Что выпала Скажем, единичка Это что такое? Это означает, что Икс кат и а равно единице Остальное Не важно какое Ну и таким образом Нужно просуммировать Все, что есть И как раз получится В точности П Ну и получится Соответственно, вероятность 0 В точности Один минус П Таким образом Реализуются Н независимых Одинаково Распределенных Случайных величин У которых Вот так устроено Распределение Единичка с вероятностью П Нолик с вероятностью Один минус П То есть мы можем Построить Пространство И формализовать Вот это вот самое Понятие Независимых Случайных величин Потому что Если бы мы не построили Такой штуки А вдруг Их вообще не существует Вот Скажем Стали бы мы Рассматривать Эта самая Конструкция Независимые Случайные величины Н штук А вдруг Там их Не бывает Вообще Нет Вот это Объяснение Того Что Это действительно Законно А такие Случайные величины Существуют Независимые Так Дальше Теперь Давайте Возьмем И сумму Это тоже Случайная величина Какое у нее Матожидание Ну ее матожидание Это сумма матожиданий Ксишек То есть Это просто Н на П Но какая у нее Дисперсия Дисперсия В этой строчке Мы уже будем Пользоваться тем Что они Независимые И мы можем Сказать Что дисперсия Это будет сумма Дисперсий Потому что Кси Независимые То есть Опять же Н Ну уже На П Ку Посчитали А вот Ну и значит Матожидание Вот такой Случайной величины Давайте поделим Еще на Н Это Есть П А Дисперсия Это Есть П Ку Делить На Н Напоминаю Что в дисперсии Множитель Выносится Квадратичный В квадрате Выносится Всегда Поэтому Именно Поделилось На Н Так Хорошо То есть Если мы Рассматриваем Н Независимых Случайных Величин И смотрим На их Среднее Арифметическое То Оно Где-то В среднем Это П Давайте Зададимся Таким Вопросом А вот Скажем С Н Вообще Говоря Зависит Омеги С На Н Минус П Вот Эта Вот Штука Ну Скажем Отклонение Меньше Равно Эпсилон Вот Может Ли так Случиться Что Это Отклонение Для Какого Ни Эпсилона Ну Разумного Размера Естественно Понятно Что Для Эпсилона Равного Едини Это Всегда Будет Верно Потому Что Эта Величина Всегда Между Нулем И Единицей Разность Двух Чисел Которые Между Нулем И Единицей Всегда Не Просходит Единицей Поэтому Для Больших Эпсилон Это Неинтересный Вопрос А вот Для Небольших Эпсилон Может Так Оказаться Что Скажем Для Всех Омега Вот Такое Неравенство Будет Выполнено То Можно Можно ли Выбрать Такое Эпсилон Что Средняя Арифметическая Случайных Величин Будет Примерно Мат Ожидание Ну Для Всех Ответ Конечно Отрицательный А потому Что Например С Н От Омеги Равно Просто Н С вероятностью Какой Когда Высыпались Все Единички То С вероятностью Ну И Скажем С От Омеги Равно Нулю Это С вероятностью Когда Все Нолики У нас Куэн Это Не Нулевые Числа Я Предполагаю Что П Число От Нуля До Единицы Не Включая Нуля Единиц Иначе Неинтересная Конструкция Получается Значит Это Все Не Нули То Есть Гарантировать Что Такое Неравенство Выполняется Для Всех Омег Мы Не Можем Ну Если Мы Хоть Какой Разумный Эпсел Мы Хотим Взять Но Если Мы Интересуемся Все Таки Тем Что Неравенство Будет Выполняться Не Для Всех А Для Подавляющего Большинства То Вполне Уже Можем Какое-то Неравенство Такого Сорта Получить Ну Давайте Поймем Как же Оно Будет Устроено Сейчас Возьмем Просто И Применим Неравенство Чебышева Для Имеющейся Конструкции Что Говорит Нам В данном Случа Неравенство Чебышева Оно Говорит Что Вероятность Такой Штуки Все время Писал Круглые Скобки Вдруг Писал Фигурные Писать Вероятность Таких Омег Что Модуль СН На Н Минус П Так Какой там Сторону Было Неравенство Больше Эпсилон У Неравенства Чебышева Это Меньше Либо Равно Дисперсии Которую Надо Поделить На Эпсилон В квадрате Я просто Взял Неравенство Чебышева И в него Подставил П Это Как раз Мод Ожидание Вот Такой Случайной Величины Отклонения Случайной Величины Мод Ожидание Больше Чем Эпсилон Множество Таких Событий Имеет Вероятность Не Больше Чем То Что Здесь Написано А Дисперсию Мы Только Что Посчитали А Дисперсия Это Есть П П К Делить На Н Еще Эпсилон В квадрате Написан Ну и Значит Мы Можем Оценить Это Все Вот Так То То есть Если Эпсилон У нас Фиксировано А Н Большое Какое-то Ожидание Она Все Больше И Больше Скажем Если Мы Там Возьмем Эпсилон Равная Единичке А Н То есть Разность Будет Меньше Чем Одна Сотая А Н Возьмем Там Скажем Тысячу То Что У нас Получится У Н Это Будет Одна Десятитысячная То есть Десять Делить На Четыре Нет Это Конечно Неинтересно Получилось Оценка На Вероятность Получилось Меньше Двух Ну Да Это Скучно Тогда Давайте Возьмем Что-нибудь Другое Допустим Тут Будет Пять Процентов Тогда Здесь Получается Уже Не Десять Тысяч От Десять Тысяч Делить На Двадцать Пять То есть Десять Делить На Четыре На Двадцать Пять То есть Здесь Получится Оценка Одна Десятая Это Как раз Едница На Четыре Н Эпсилон В Квадрате То есть Если Мы Рассмотрели Средние Тысячи Таких Случайных Величин То С Отклонением Не Больше Чем В Пять Сотых Они Отклоняются Более Чем На Пять Сотых А С Вероятностью Меньше Чем Одна Десятая Вот Такая Штука Значит Это Называется Закон Больших Чисел Кажется В форме Бернулли Сейчас Закон Больших Чисел Да Это Как раз Закон Больших Чисел Бернулли У нас Еще Будут Некоторые Другие Варианты Вот Это Неравенство Это Закон Что он Гласит Что При достаточно Большом Количестве Испытаний Среднее Арифметическое Очень близко К дисперсии Ну и Дает Конкретную Оценку На самом деле Конкретная Оценка Не очень Хорошая Чуть позже Будут Оценки Лучше Но Пока И Такая Неплохо Тем более Что оценки Лучше Нужно Сложно Доказывать Что я Кстати Делать Не буду Я Только Сформулирую А Здесь Мы Даже Все Сами Доказали Давайте Я Еще Приведу Парочку Комбинаторных Примеров В Одном Из них Будет Только Мат Ожидание Что В общем Уже Не Нового Потому Что В Прошлый Раз Тоже Был Комбинаторный Пример Ожиданием А во втором Будет Еще И Дисперсия Использоваться Хотя Примеры Очень Очень Похожи Называется Кажется Что Типа Балансировка Векторов Вот Такое Вот Действие Значит Следующая Теорема А вот Пусть У нас Есть Какие-то Векторы Живут Они Давайте Считать Что В Р Про Любые Н Векторов Можно Считать Что Они Живут В Р Н Что Натянем Линейное Пространство На них Вот И Они Еще У нас Не Просто Так А Все Единичные Длины Вот Тогда Рассматриваем Следующую Вечу Рассматриваем Такой Вектор Эпсилон Один На В Один Плюс Эпсилон Два Два Эпсилон На В Н Где Эпсилоны Это Плюс Минус Еднички И Смотрим На Длину Этого Вектора А Вот Длину Этого Вектора Теорема Утверждает Следующее Что Существует Такая Расстановка Знаков Такая Что Эта Длина Будет Меньше Либо Равна Корни Из Н Ну А Также Что Существует Такая Расстановка Знаков Что Эта Длина Будет И Больше Равна Корни Из Какие Были Вектора Так Можно Расставить Плюсики И Минусики Между Ними Чтобы Длина Получившегося Вектора Была Не Больше Чем Корень Из Это Само По Себе Не Очевидно Все Векторы Едничной Длины Да Может Они Так Направлены Что Как Мы Ставим Знаки Будет Получаться Все Время Что То Большое А Вот Нет Все Таки Обязательно Не Больше Чем Корень Из Да И Получится Давайте Докажем Значит Мы Заведем Для Этого Скажем Что Эпсилоны Это Будут Независимые Равномерно Разпределенные Случайные Величины У Которых С вероятностью Одна Вторая Будет Плюс Один И С вероятностью Одна Вторая Будет Минус Один То 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 Си Но Только Не Ноль Один А Минус Один Один Значит Эпсилон И Равен Минус Единица С вероятностью Одна Вторая Эпсилон И Равен Плюс Единица Тоже С вероятностью Одна Вторая И Посмотрим На Так 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 Тоже Случайная Величина Тоже Будет Квадрат Длины Получившегося Вектора Чем Хорош Квадрат Длины Тем Что Квадрат Длины Это Скалярное Произведение Вектора На Себя Скалярное Произведение Линейное Там Можем Скобочки Раскрывать Что-то Получить Ну и Сейчас Я Посчитаю Мат Ожидания Квадрат Длины Как Она Считается Что Это Скалярное Произведение Давайте Дальше Суму Писать Множить На Этот Этот Ж Вектор И Двигает Одного До Н Если Мы Раскроем Все Скобочки То Мы Получим Следующую Вещь Получим Сумму У И И Ж От Единицы До Н Эпсилон И Эпсилон Ж Умножить На W И А не В И На В Ж Это Просто Честно Раскрытые Скобки В Скалярном Произведении Ну Теперь Смотрим Мод Ожидание Это Будет Сумма У И Ж От Единицы До Н В И В Ж Это Постоянный Множитель Его Можно Вынести И Умножить На Мод Ожидание И Е Ж Ну А Что Такое Мод Ожидание Е На Е Ж То Мод Ожидание Произведение Если Случайная Величина Независимая Это Произведение Мод Ожидание То Есть Это Мод Ожидание Е И На Мод Ожидание Е Ж Какое У Них Мод Ожидание У Них Плюс Единички С вероятностью Одна Вторая Минус Единички С вероятностью Одна Вторая Значит В среднем Ноль Поэтому Здесь Написано Ноль На Ноль А Что Такое Мод Ожидание Е В Квадрате Когда Е Совпадет Ж Это Мод Ожидание Просто Единица Потому Что Псилон Э В Квадрате Это Единица Ну Да Значит Это Есть Единица Итого Получаем Все Те слагаемые В которых Здесь Написано Квадрат Длины Вектора В Значит Сумма Единичек То Итого Получился Н Значит Мод Ожидание Кси В Точности Н Ну И Вспоминаем Конец Прошлой Пары Если У нас Есть Кэта Случайная Величина С Мод Ожиданием Н Значит Есть Точки В Которых Она Принимает Значение Меньше Или Равное Н Есть Те В Которых Она Принимает Значение Больше Или Равное Н Те В Которых Она Принимает Меньше Равное Н Подойдут Вот Сюда Те В Которых Она Принимает Значение Больше Равное Н Подойдут Сюда Ну И теорем Мы доказали Да Что Последнее Рассуждение Мод Ожидание Равно Н То В Среднем Наша Случайная Величина Кси Принимает Значение Н Значит Если Б Например Все Ее Значения Были Строго Меньше Чем Н Тогда Среднее Ну Никак Не Могло Б Равняться Н Поэтому Значит Есть Те Значения В Которых Случайная Величина Больше Либо Равна Н Тогда Корень Из нее Будет Как раз Больше Равен Корня Из Н Потому Что Вот Эта Штука Это Корень С С С С Ну И Наоборот Если У нас Будет Так Оказалось Что Все Значения Случайной Величины Больше Чем Н Тогда Среднее Тоже Должно Быть Больше Чем Н А Оно У нас В Точности Н Поэтому Есть Такие Значения В которых Случайная Величина Меньше Чем Или Равна Н Ну И Значит Корень Из нее Меньше Равен Корни Из Н Вот Такое Несложное Рассуждение Надо Сказать Что Вот Это Рассуждение Я Рассказал В довольно Простом Случае В общем Оно Бывает И В более Хитрых Ситуациях Но Оно Часто Используется Не Только Комбинаторики Тут Комбинаторики Не Очень Много Я Вот Такого Сорта Рассуждения Довольно Часто Использовал Уже В научной Деятельности Там Нужны Были Какие Такие Конструкции Не Из Пальцев С Например Сейчас Будет Некоторая Его Модификация В Котором Уже Понадобится Тоже Про Балансировку Но Понадобится Уже Дисперсия Потому Что Пока Кроме Как Законе Больших Чисел Нигде Больше Дисперсия У нас Не Возникало Ну И Вне Райса Чебышева Есть Пример Такой У нас Есть Вектора Уже Не Обязательно Едничной Длины Их Длины Меньше Либо Равна Единице Есть Некоторые Пэшки Это Такие Числа От Нуля До Единицы Так Мы Говорим Берем Некоторые Фиксированный Вектор P1 1 Такой Вот PN ВN И Вектор V Который Будет Тоже Самое Только С Эпсилонами Я Утверждаю Что Существует Такая Эпсилон По-прежнему Плюс Минус Единицы Я Утверждаю Что Существует Такая Расстановка Знаков Знаков Что Верно Следующее Что W-V Будет Меньше Чем Чем Корень Из На Четыре Правильно Я Писал Ну В крайнем Случае Проверим В процессе Доказательства Нет Не на Четыре Пополам Надо писать Так Сейчас Не Не То Все равно Не то Эпсилоны Не такие Эпсилоны Ноль Или Один Вот Значит Смысл Такой У нас Есть Сумма С Какими-то Нецелыми Коэффициентами Сумма Векторов Коэффициентами От нуля До Единиц Тогда С точностью Вот Не более Чем Корень Из Н Пополам Мы Можем Тот Же Самый Вектор С Точностью Вектора Ну Да С Коэффициентами Разности Длин С Коэффициентами Длинной Разности Векторов Реализовать Просто Складывая Эти вектора Либо Мы их берем Либо не берем Либо коэффициент Единицы Либо 0 Насколько более Хитрая конструкция Чем предыдущий Пример Но Тоже В общем Все довольно Просто А здесь Мы Заведем Вот Чуть-чуть Другую Случайную Величину Случайную Величина Эпсилон Будет равен Нулю С вероятностью 1 Минус П Ит И равен Единице С вероятностью П Ит И давайте Рассмотрим Такую Случайную Величину Ксикатая Это будет Катая Координата Вектора В Мы живем В РН Поэтому Катую Координату Можем Написать Катая Координата Вектор Тогда Как устроено Мат Ожидание Мат Ожидание 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 Эпсилон К Равно П Поэтому Здесь Написано На самом Деле 1k на p1 плюс и так далее, плюс vnk на pn. То есть это просто катая координата вектора w. Катая координата вектора w. Так. Теперь давайте посмотрим на дисперсию. Это же самый кхикатэ. Дисперсия. Ну как, единичка с вероятностью p минус 1, 0 с вероятностью 1 минус p. Так, значит, смотрим на дисперсию. Дисперсия. Это что за случайная величина-то? Это такая случайная величина. Это v1n на ε1 плюс и так далее, плюс v1k на ε1, vnk на εn. А что-то тогда, поскольку случайная величина независимая мы берем, то дисперсия, сумма дисперсии. Дальше, константы под дисперсией выносятся в квадрате. Получается v1k квадрат на d ε1 плюс vnk квадрат на d εn. А соответствующую дисперсию мы считали уже сегодня. Это будет p на 1 минус p. То есть здесь написано v1k. Даже не важно, чем мы оценивали ее как 1 четверть. Дисперсия εитова. Это pит на 1 минус pит, что меньше равно 1 четвертое. Это мы уже писали сегодня. Поэтому все получилось меньше либо равно. Следующая вещь. nk в квадрате. Все это дело надо поделить на 4. Ну, осталось все сложить. И мы получим то, что нужно. Итак, берем теперь сумму. А, перед тем, как взять сумму, давайте посмотрим, что же такое дисперсия. Дисперсия – это мат ожидания квадрата такой вот разности. Кси катая минус мат ожидания. Давайте я пока напишу кси катая в квадрате. То есть это мат ожидания. Кси катая минус катая в квадрате. А теперь давайте сложим все дисперсии, какие у нас есть. Пока уже. Что это будет такое? Это будет сумма таких вот мат ожиданий. То есть это мат ожидания суммы. Сумму мы можем вносить под мат ожидания без всякой независимости, без всего. Независимость для этого не нужна. А что написано под суммой? А под суммой написано сумма квадратов координат вектора. Ну, так это квадрат его длины. То есть это просто мат ожидания в минус w в квадрате. Это будет сумма дисперсии. С другой стороны, каждую дисперсию мы оценили такой штукой. Значит, сумма дисперсии будет оцениваться как 1 четверть на сумму всех вышек в квадрате. Поэтому мы можем тут дорисовать неравенство. 1 четвертая на сумму по всем и по всем k. Это единица до n. v и kt в квадрате. А что такое сумма? v и kt по k в квадрате. Это просто квадрат длины вектора и того. Значит, это все не превосходит. n делить на 4. Ну, а дальше, как было раньше, мы поняли, что некоторое мат ожидания меньше, чем n на 4. Значит, есть такая точка, в которой значение будет меньше либо равно мат ожидания. То есть есть такая точка, что квадрат, вот этот вот, будет меньше, чем n на 4. А это то, что мы ищем. А вот такое рассуждение. Тоже, в общем, приложение к комбинаторике. Ну, такое уже с геометрическим уклоном. В принципе, здесь можно было обойтись без дисперсии. Можно было вручную все это сделать. Это самое мат ожидания раскрыть так же, как скаляра, как скалярное произведение. Там что-то за счет независимости посчитать, и все получилось. Но реально это что? Реально мы просто доказываем то, что для независимых случайных величин сумма дисперсии, есть дисперсия суммы. Когда мы так раскрываем скобочки. Да, конечно, мы можем доказать это и вручную еще раз. Давайте мы теперь снова вернемся к закону больших чисел. И посмотрим, что же он. нам, собственно, дает. Я даже напишу, пожалуй, еще раз. Вероятность того, что Sn на n-P больше либо равно ε, меньше либо равно 1 на 4 n ε в квадрате. или даже пусть тут будет жить дисперсия лучше. Так, то есть здесь на самом деле написано, что для некоторой случайной величины ее отклонение от ожидания как-то там оценивается через дисперсию. Эта оценка довольно грубая. Есть теоремы, которые позволяют как-то поточнее оценить все эти вещи. Сейчас я сформулирую две штуки. Локальную и интегральную теоремы. Доказывать я их не буду. Это сложно и долго. А буду из них делать какие-то выводы. Будут примеры применения этих самых теорем. Вот, например, бывает локальная. Звучит она так. Мы интересуемся следующей вероятностью, что Sn равно некоторому k. Sn – это сумма каких-то там случайных величин, которые бывают ноликами и единичками. Значит, значения, которые она принимает, они исключительно целые, даже натуральные. А вот поэтому имеет смысл интересоваться только целочисленными значениями Sn. Так вот, такая вероятность на самом-то деле она эквивалентна следующей вещи. Сейчас я постараюсь не набрать формуле. Так, тут надо написать... Нет, пожалуй, я без бумажки не напишу правильно. Так, теперь правильно? Нет, неправильно. Это не n, это p. Во. Значит, ну, это штука. Эквивалентность означает следующее, что просто если мы будем рассматривать такие серии при разных... А, квадратич. Да. Во, теперь совсем правильно. Если мы рассматривать будем такие серии при разных n, n будем устремлять к бесконечности, то отношение этих вещей будет стремиться к единице. Причем на самом деле теорема утверждает не только, что оно будет стремиться к единице, а что это стремление еще и равномерно при следующем условии. Оно равномерно. при k минус n, p меньше либо равно c на корень из n. Вот. Отношение вот этих двух штук стремится к единице. Значит, что... Да, что... Где? В знаменателе сейчас. Но в знаменателе должно быть еще n, вместо пи. Да, сейчас поймем. Но это несложно понять. Скажем, если k равно нулю, если k равно нулю, то вероятность того, что такое случилось, мы знаем. Это p в n. Вот. С одной стороны, а с другой стороны мы тут получаем... А, нет, для такого, конечно, не сработает. Так, сейчас. Сейчас поймем, что тут надо писать. Там должна быть... Ну да, там должна быть дисперсия этой всей конструкции, а именно должна быть дисперсия sn на дисперсия sn. Это что такое? Мат ожидания sn. Вот оно стоит. Это... 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 Что? Дисперсия sn. Это как раз npq. Да, там... Сейчас. А мы... Оно у нас... Минатели. Так. Ну... Да, наверное, там все-таки все-таки не p a n пожилый. Успели подглядеть. Так, значит, равномерность тут... Во-первых, сейчас скажу, что означает в данном контексте равномерность. Даже вот такое нам нужно условие. Что означает равномерность? Мы... У нас есть две какие-то последовательности, зависящие от n, ну и еще каких-то параметров. Мы пишем их отношения, и равномерность, это означает, что супремо модуля разности, там, какой-то одной последовательности, a n делить на b n минус 1, что это делает? Стремится к нулю. где супремо берется по таким k, что вот это неравенство верно. Даже можно не только такие k брать, а можно брать и вот такие k. Значит, написать, что k минус np меньше либо равно некоторой φ от n, где φ это некоторая фиксированная функция, которая есть у маленькая от маленькая от кубического корня из-за кубка. Сейчас. Которая есть нет, кубическая это не интересная, две трети. Две трети. Кубическая это меньше, чем нужно. np q в степени две третьих. Даже для таких тоже будет равномерность. Что позволяет делать с теремой? Позволяет понимать, если вы делаете серии с большим и большим количеством бросаний кривой монетки, то вероятность того, что у вас будет получаться фиксированная сумма, она с большой точностью такая. Даже тут можно написать не эквивалентность, а что-нибудь более сильное. Можно написать, что там левая часть это есть правая умножить на 1 плюс у большой от единицы на корень из n. если я ничего не путаю, то можно и такое утверждение написать. Но в принципе локальная теорема не так часто используется. Гораздо интереснее интегральная теорема, которой пойдет речь дальше и пример использования которой я уже буду приводить. Здесь с моей точки зрения все гораздо скучнее. что же нам говорит интегральная теорема тех же самых Вауро-Лаплас. вероятность того, что с n минус сейчас вероятность того, что еще раз мы делим сейчас отклонение нужно написать вот такую штуку с n минус n p поделить на дисперсию корень из дисперсия вероятность того, что все это дело зажато между какими-то a и b она будет стремиться в следующем величине. интеграла от a db единица на корень из 2p e в степени минус x квадрат пополам до x. Причем это стремление равномерно по a и b. то есть супремые модули разности стремятся к нулю. а вот так устроена интегральная теорема. Ну, давайте какой-нибудь пример к ней. и даже наверное не один. классический классический пример один гардероб второй гардероб в театре тысячи мест допустим. посетители посетители заходят в театр либо через одну дверь либо через другую дверь заходят равновероятно с вероятностью одна вторая через первую равна на вторая через вторую дверь. Вот. Ну и, естественно, хотят раздеться в ближайшем гардеробе. спрашивается сколько нужно сделать мест в гардеробах чтобы нехватка мест случалась ну, скажем не чаще чем раз в месяц. Понятно, что чтобы никогда не случалось в каждом гардеробе нужно сделать по тысяче мест. Тогда нехватки не будет никогда. А вот чтобы она все-таки иногда бывала в одном гардеробе тогда понятно что нужно перебежать в другой и там все будет хорошо. Все-таки количество мест суммарное в гардеробе должно быть больше чем тысяч. Вот сколько нужно сделать мест в каждом гардеробе понятно что опять же должно быть поровну в силу симметричности ситуация. Сколько нужно сделать мест в каждом гардеробе а чтобы нехватка случалась ну, редко например не чаще чем раз в месяц. Вот хотя бы примерно должно Должно быть там… В какую сторону? Близко к 500, близко к 1000, к черединке между ними. Вот сходу непонятно. Что? По 600, по 700. Ну, сейчас посчитаем, сколько там должно быть. Правильный ответ удивляет. Ну, давайте посмотрим, что такое эти самые люди, которые ходят в гардероб. Они вот с вероятностью, например, основе случайной величины, кси и т, независимые, равномерно, одинаково, распределенные, равномерно. С вероятностью… Будем интересоваться наполнением одного гардероба. Второй пока забудем. Значит, с вероятностью единичка, а с вероятностью одна вторая, кси это равно единице, то есть мы прошли через эту дверь. И с вероятностью… И ноль, значит, что мы прошли через эту дверь. А тогда… Вот пусть в гардеробах будет там c мест. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы… Значит, sn, sn – это сумма ксишек. Чтобы количество людей, которое зашло, было меньше либо равно c. Тогда, если оно меньше либо равно, то тогда все отлично, все места хватит. Какое еще должно быть условие? Должно быть условие, чтобы здесь места хватило. То есть тогда оно должно быть с другой стороны больше либо равно. Чего? Чтобы во втором всем хватило. Значит, если sn зашло через одну дверь, то через другую дверь зашло на самом деле 1000 минус sn. Все остальные зашли через другую дверь. А таким образом оно тоже должно быть меньше равно c. Да, да-да-да, n – это 1000. Как-то я ни в коем момент не сказал. n – это 1000, естественно. У нас 1000 человек, которые ходят случайным образом через дверь. Так. То есть нам нужно, чтобы было выполнено неравенство. sn меньше либо равно c и больше либо равно 1000 минус c. Это ситуация, в которой проблем не случится. Все разденутся в нужном гардеробе, в ближайшем к входу. Так. А у нас вот такие отклонения есть, по которым мы изучаем. Значит, n у нас 1000, действительно, давайте это запишем. p у нас 1 вторая. Входы равновероятны. А тогда здесь у нас что написано? Здесь у нас написано как раз sn минус 500. То есть sn минус 500 должно быть меньше либо равно c минус 500 и больше либо равно 500 минус c. То есть модуль sn минус 500 нужно, чтобы был меньше либо равен c минус 500. Так, да? Сейчас. Только я вот в формулировке совершенно не по делу поставил модуль. Нет тут никакого модуля. Это пережиток от прошлой теоремы, которая закон больших чисел вернули. А здесь уже модуля нет. То есть тогда у нас действительно есть вот это вот неравенство. Давайте смотреть, что же написано в знаменателе. В знаменателе написано корень из npq. Что такое будет корень из npq? Это корень из 1000 на 1 четвертую. p на q это как раз 1 четверть. Это 250, корень из 250. Ну это что? Это 5 корней из 10, да? Это 5 корней из 10. Так, давайте смотреть, что же у нас попадает в теорему Лапласа. Значит, S n-500. Теорем Лапласа говорит, если мы поделим на 5 корней из 10, с этой стороны, значит, это будет меньше либо равно. Нам нужно, чтобы это было меньше равно на 5 корней из 10. Больше равно того же самого с минусом. То есть, если мы хотим подставлять все это дело в интегральную теорему Моауру Лапласа, то мы должны вот это взять в качестве b, а вот это взять в качестве a. Вот. Таким образом, это самая вероятность. Она почти равна интегралу от a до b, где a и b у нас вот те, что написаны, от минус c минус 500 на 5 корней из 10 до c минус 500 на 5 корней из 10, и единица на корень из 2p e в степени минус x квадрат по ламбе x. И мы хотим, чтобы эта величина, мы хотим, чтобы эти события случались все дни, кроме, быть может, одного в месяц. То есть, мы хотим, чтобы это было больше либо равно 29 тридцатых. Нам нужно найти такое цель, что этот интеграл будет больше равен 29 тридцатых. Здесь довольно сложные навороченные вещи написаны. Мы просто интересуемся таким, какую-нибудь другую букву, t, что интеграл от минус t до t и в степени минус x квадрат пополам dx на единице на корень из 2p больше, чем 29 тридцатых. Этот интеграл, ну, он не берется, не выражается в элементарных функциях, но как-то пооценивать или численно его посчитать вполне можно. Для того, чтобы это неравенство было верно, достаточно взять t, равное 2 целых тринадцатых, что я посчитал честно на компьютере. А не сейчас сходу подставил и понял. Значит, поскольку мы знаем, какое t, значит, отсюда мы можем пересчитать c. Значит, это есть c минус 500 на 5 корней из 10. То есть нам достаточно взять c, равное 500 плюс 2 целых тринадцатых на 5 корней из 10. Нормальный звук идет, да? Съехал микрофон неожиданно. Хорошо. Значит, если это посчитать, то сколько там получится? Корень из 10 – это так примерно 3, это примерно 15, то есть это 30-40 примерно. Если у кого есть калькулятор, может посчитать точнее. То есть, для того, чтобы всем хватило места, почти каждый день, кроме там, может быть, раз в месяц. Достаточно, там примерно 540 мест в каждом из гардеробов. И это, в общем, неожиданно, потому что, ну, казалось бы, заходят случайно люди, а вдруг там будет очень много народу в одной двери, а в другой мало. А вот нет, достаточно, чтобы был запас очень небольшой. Да. Как привязали формулу Лапласа? Нам нужно было, чтобы было выполнено вот такое вот неравенство. Да? С этим вы согласны? Преобразование, которое привело нас к этому неравенству. Вот. Почему? Значит, с каких соображений мы брали условия? Условие, что sn меньше c, означает, c это количество мест в гардеробе, означает, что в гардеробе, который при главном входе, назовем его главным, который мы считаем, значит, мест всем хватит. Что означает, что мест всем хватит в втором гардеробе? Это означает, что те, кто зашли через второй вход, а их 1000 минус sn, их тоже меньше равно c. Это второе условие. Дальше мы преобразовали вот в такую штуку, там на что-то поделили и получили вот такое вот неравенство, которое нам нужно, чтобы было выполнено с большой вероятностью. А дальше мы сказали, что эта вот штука, эта вероятность, это вот как раз вот эта вероятность, которая примерно равна вот этому интегралу. Эта асимптотика, я чуть позже скажу, какую оценку можно написать на разность. Тут есть даже довольно хорошие оценки на разность. О них я тоже скажу, а пока мы о таких мелочах не думаем. Оценка на разность хорошая будет, не беспокойтесь. Вот. Пока мы так прикидываем, в любом случае, даже если там она отличается, это примерно равно, отличается там на 20%, ну, все равно это будет примерно 500 с чем-то мест, а не 800 с чем-то мест. То есть суть в том, этого примера, что оказывается, что отклонение очень небольшое в такой вот ситуации. Во что, так вот не задумываясь, поверить сложно. Что все располагается очень недалеко от пика, от точки максимума. Не от точки максимума, а от среднего. В данном случае все живет. График вот этой функции, я в степени минус х квадрат поламанул. Такой вот. И мы рассматривали на самом деле небольшую окрестность пика. Поэтому интеграл был очень большой. То есть эта функция концентрируется, довольно качественно концентрируется вокруг х равного нулю. Вот такой вот пример. Хватает на самом деле так примерно 540 мест. Даже меньше. Ну раз тут возник вопрос про то, с какой скоростью эта штука стремится к этой, давайте я сформулирую теорему, чтобы было понятно, что все на самом деле тут все чисто. Еще более сложная, чем теорема Муавра Лапласа. А теорема Держи Эссена и гласит, она следующая. Давайте заведем это стандартное обозначение φ от х. Это будет такой интегральчик. Много же ты забыл. Это будет вот такой интегральчик. Единица на корень из 2π. Интеграл от минус бесконечности до х. Есть теперь минус t квадрат пополам dt. Так вот, теорема Берессена гласит, что супремум по всем х вещественным модуля разности вероятности того, что Sn минус NP делить на корень из NPQ меньше либо равно х. Вот это вероятность. минус φ от х. Это как раз тот самый интеграл, который должен получиться в пределе согласно теореме Муавру-Лапласа, что вот этот самый супремум меньше либо равен следующей вещи. p квадрат плюс q квадрат делить на NPQ. А, корень из NPQ. есть теоремы и для не таких отклонений, а сразу для отклонений вот такого сорта. Они тоже существуют, но про них я совсем не твердо знаю, как они формулируются. Это более распространенная теорема. То есть она говорит, что отклонение вот этой штуки от этой штуки не более чем ну что написано в числителе? Не больше, чем единица написана в числителе. Сейчас в числителе. Ну да, не больше, чем единица. Значит, не больше, чем вот этот вот знаменатель. То есть отклонение вот этой штуки от интеграла должно быть не больше, чем единица делить на 5 корней из 10, то есть не больше, чем, сколько там получается, ну, так примерно 1,16, ну, на самом деле, а, да, и поскольку у нас еще по ЭКУ это по 1,2, то и числитель у нас поменьше будет, то даже еще отсюда вылезет 1,2, то есть примерно, значит, 1,32, 3%, отклонение вот этой штуки от этой порядка 3%, не больше, не порядка 3%, не больше 3%. То есть, опять же, если мы интересуемся вот такой вот практической задачей, то получается, что мы довольно точно посчитали, значит, не 40 мест, ну, накинут, ну, я, кстати, округлял сильно там, если точно посчитать, я думаю, будет не 40, а 35, значит, но еще чуть-чуть надо накинуть. А вот такой вот пример о применении интегральной теоремы Муавра-Лапласа. Давайте я еще один пример приведу, как можно ее использовать. Но перед тем, как приводить, так давайте немножко поговорим на тему того, что, в общем, утверждает эта теорема. вот мы рассматриваем, берем там какую-то серию каких-то испытаний из большого количества, так само, испытаний. берем их средняя, что-то сумма, ну, пусть ксишки будут, это единица с вероятностью p и 0 с вероятностью q, как обычно, вот, значит, тогда здесь написано какая вероятность? Здесь написано вероятность, значит, мы можем перекинуть вот этот корень, можем перекинуть в числитель. Здесь написано, что вероятность вот такая вот а на корень из Npq меньше либо равно Sn минус Np, меньше либо равно b на корень из Npq, вот такая вероятность. Давайте я буду писать примерно, а уж степень этой примерности, это вот всякие теоремы типа Бересона, они расскажут какая там степень примерности. это вот примерно такой интеграточек. То есть, если мы возьмем и будем делать следующее, мы взяли серию испытаний какую-то с большого количества, испытания, отметили точечку, посмотрели, сколько получилось в этой самой серии средняя, отметили точечку, и эти самые точки будем рисовать. И смотреть, вот это 0 до 1, это возможные значения, которые получаются Sn делить на N. И дальше давайте делать следующее. Вот провели очень-очень много таких серий различных. И посчитали, сколько раз выпало какое значение. Ну и там разбили отрезочек на маленькие кусочки. Такие-то. Смотрим, вот в этом интервальчике значения у нас попадались сколько-то раз. Вот в этом интервальчике на значения попадались сколько-то раз. И это все отметили по оси Y. Смотрим. Значит, тогда что должно получиться? Тогда… Сейчас скажу, что должно быть. тогда получается, что вот все-таки… Да, их значение это… А, ну да, все правильно. Значение от 0 до 1… Сейчас… Нет, не то я хотел сказать. Что-то я не то хотел… А, наверное, я все-таки хотел вот здесь написать… Вот так и здесь еще поделить на корень из N. Здесь тогда тоже нужно поделить на корень из N. Тогда значит то, что SN минус N минус P живет вот в таком вот пределах, это все равно, что кусочек интеграла от A до B. Так, сейчас… Сейчас пойму, что я хотел сказать. На самом деле не собирался рассказывать этот пример, но тут решил, что надо все-таки рассказать. Так, значит, отклонение SN делить на N от P. Вероятность того, что оно зажато в таких пределах, это интегральчик вот… Я вот чего хочу сказать. Я хочу сказать, что если мы начнем так вот рисовать, то вот эти самые черточки, которые получатся, они будут жить в окрестности вот такой вот штуки. Причем достаточно узкая окрестность. В довольно узкой полоске. вот такой вот кривой. Как это… В середине максимума. А, ну вот эта вот конкретная точка вверх, ну так, чтобы интеграл был равен единице. Так, сейчас… Сейчас... Здесь одна, вторая… Так, нет, что-то я не то. Все-таки 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 все не то, все не так. Сейчас попробую… Выобразить, что же хотелось. так что же хотелось так откуда откуда берется такая картинка общение на самом деле и картинка не такая и картинка тоже не такая должна-то быть дал максимум за должен быть в окрестностей п точке ни одной 2 в окрестностей п должен быть максимум сейчас давайте тогда посмотрим на такую штуку какой-то там до x получается на корень и за вот и эта вероятность примерно есть единица на корень из 2 пи интеграл от минус бесконечности до x делить на корень из n есть теперь минус x квадрат пополам dx так щас получится наверно вот такая штука получается то есть отклонение от среднего что максимум она монотонно возрастает эта функция она под интегральная функция в нуле максимуме это конечно интеграл максимуме это в на бесконечности естественно так щас что-то отклонение бывают порядка x на корень из n сейчас почему же они на кривую то попадают кривая как раз правильного уравнения должно должно иметь правильное уравнение так давайте тогда на что смотреть так ну да пик пик тут единицы должен не в одной второй должен быть афппоя что вот максимальное значение которое может получиться с n делить на n это единица больше не бывает а поэтому эта точка правильная и эту точку минимум это ноль максимум как раз исходя из всяких этих предельных теорем получается п потому что вокруг среднего все концентрируется а отклонение отклонение от среднего они они оцениваются то есть так что как как должна выглядеть картинка значит вероятность того что мы попали вот сюда вот там здесь какое-то в какой какой-нибудь отрезочек просто вот здесь взяли отрезочек а б а какая вероятность что мы туда попали давайте лучше писать отрезочек а сейчас нужно писать чтобы было удобнее п плюс б и п плюс а вот так значит тогда вероятность того что мы попали в этот отрезочек а это примерно что лучше писать какие другие буквы пусть а большое будет б большое значит это нужно вот эту штуку взять в качестве а большого вот эту штуку взять в качестве б большого да невероятность которая получается это примерно интеграл и это примерно следующая вещь это примерно интеграл от е в степени минус x квадрат пополам дx и что там написано на концах на концах написано а которое нужно умножить на корень из сейчас а а нужно а маленькая найти когда мы знаем а большое вот у нас есть вот такое выражение нужно найти а оно чем恩 continued умножить на корень из been умножить на корень из куринин курины курина 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 бороться здесь а так вот такой вот интеграл получается Какая-то все равно ерунда. Да. Ну, как-то отмасштабировано еще. Ну, не совсем такой, на самом деле, график. Но он вот в данном контексте, я даже не хочу интересоваться точным видом графика. Я хочу пояснить, что он должен быть вот такого вот вида примерно. Так. Тогда мы, если берем какой-то конкретный отрезочек, смотрим на вероятность попадания в этот отрезок. Это означает, что а маленькая – это… Ну, да, вроде так. Получается какая-то ерунда. Эти интегралы… А, нет, все нормально. Значит, вот получается, что такая вот штука. Значит, если у нас а и b где-то на краю, то поскольку n большое, то это все съезжает… Если а и b, там, скажем, оба левее p, то они отрицательны. Если вот это p плюс а и p плюс b левее p, то оба они отрицательны. Значит, при большом n эта штука и то и другое – это большие отрицательные числа. Этот самый интеграл очень маленький. И чем туда дальше мы едем, тем оно все уменьшается и уменьшается. И можно понять, что график действительно будет примерно такой. Опять же, ну, просто взять и нарисовать. Эта штука рисуется. Ну, я, в общем… Да. Ну, будет, да, будет. Это все так очень-очень-очень примерно. На самом деле, все я вот к чему клоню. Пример-то такой. Я так очень небрежно пояснил, что вроде бы картинка должна быть такая. Если мы начнем отмечать точки на графике, то есть брать sn делить на n и ставить в соответствующее значение количество раз, когда получилось, что sn делить на n попало вот в этот интервал, мы будем отмечать, сколько таких отношений туда попадает. Вот такую вот картиночку нарисую. А теперь интерпретация всего того, что я рассказываю. Вот давайте считать, что, например, n у нас бывает разное, но какое-нибудь там в реальной жизни оно, как я понимаю, обычно вот такое. И мы рассматриваем много-много-много таких вот случайных схем. На каждую из них смотрим, отмечаем точку, где она там стоит и рисуем в результате картинку. Трактовка такая. Давайте считать, что xe – это случайная величина следующего вида. У нас имеется человек, который решает, что с вероятностью p он идет на выборы, а с вероятностью 1-p он не идет на выборы. Это в общем независимый достаточно, но в модели они считаются случайной величиной независимыми. Это действительно достаточно близко к действительности, потому как, ну, там, если люди между собой не знакомы, то вряд ли они друг на дружку влияют. Значит, вы влияете, но в крайнем случае на некоторое количество своих знакомых. Ну, и даже там, если вы на них как-то влияете, то все равно у кого-то там заболела голова, статистила жизнь, и вообще он плюнул и никуда не пошел. В общем, это довольно случайные объекты. И поэтому мы можем интересоваться суммой средним арифметическим этих самых случайных величин, у которых с вероятностью p единичка, то есть человек идет на выборы, и с вероятностью 1-p нолик он не идет на выборы. Значит, тогда какая будет интерпретация у sn делить на n? Если мы рассматриваем в качестве sn людей, которые, скажем, идут на один и тот же избирательный участок. Это явка на участке. То есть это среднее, ну, что на проценты там обычно умножают, но такими подробностями мы не интересуемся. Это явка. Что? Вот, значит, это среднее, это явка по участку. В результате, если мы берем большую, ну, опять же, если не говорить о каких-то сложных конструкциях, в пределах Петербурга вероятность вот эта вот, она примерно одинаковая. Все-таки там в разных удаленных уголках другой менталитет, там кто-то ходит с семьями, кто-то ходит к аулами, а кто-то вообще на все забил, и там вообще не принято никуда ходить. Поэтому в рамках всей страны такая схема вот в совсем чистом виде не работает, там нужно поправки выносить, хотя тоже довольно близко к реальности. Вот, но в пределах Питера, где все довольно однородно, она работает. И, значит, тогда, если мы берем выборки вот такого вот количества, да, от полутора тысяч до трех тысяч, выборок по городу, если я правильно помню, что-то типа тысяча или две тысячи в таких пределах, количество избирательных участков, и рисуем картинку. Значит, какая картинка? Картинка всем известна, сколько процентов, сколько, значит, данной появки. Такой график рисуют, его можно найти в интернете, про многие выборы, а про эти пока нельзя. Значит, что идет по оси Х? По оси Х процент избирателей на участке. По оси У сколько участков с таким процентом? Что? Это много кто исследовал, это такая популярная тема. Есть даже целая книжка «Математика выборов». Так и оказывается, что это же все схема Бернолли. Значит, у нас есть интегральная теория Моавр-Лапласа, и, значит, все эти вероятности попасть в такой отрезочек, это вот такой интегральчик, который, если написать, действительно оказывается таким вот колоколом. Поэтому, если все происходит честно, то график оказывается вот таким, с достаточно хорошей точностью. Теоремы Моавр-Лапласа и прочие там теоремы Беррессона, они говорят, что отклонения очень небольшие, несколько процентов. Ну, учитывая, что наша схема все-таки не идеальна, значит, что надо сколько-то накинуть на отклонения. Но, в общем, картинка должна быть довольно близкой к вот такой вот. Поэтому самый примитивный способ понять, есть ли нарушения на данных выборах, это посмотреть на вот такую вот картинку. Значит, картинка на выборах, которые проходят честно, действительно вот такая. Единственное, что P, поскольку может быть разное, но что такое P на самом деле? P – это просто средняя явка. Да? Томат ожидания. Наша случайная величина. Поэтому это средняя явка. Поэтому все зависит от, сдвиги зависят от того, какое P. А в остальном такая вот картинка должна получиться. Ну, какая там сейчас картинка, боюсь, что никто не может представить. Кстати, до 2003 года была вот такая картинка по выборам в России. Картинка, которую рисовали по последним выборам в Московской Думе. Эта схема гораздо лучше приближена, поскольку, опять-таки, один город там все ближе к такой вот модели. А картинка там выглядела как-то примерно так. Значит, там вот поначалу было нормальное. Потом она шла вот так вот вверх, причем не просто так шла, а она шла вот так. Где зубцы были на круглых процентах. Ну, в общем, из такой картинки очевидно, что были фальсификации. И даже можно, в общем, поскольку дальше она должна быть вот такая, срезать вот эту вот штуку и понять, сколько же там было нафальсифицировано. Вот такая вот простая схема, именно следствия формулы Муавролапласа. Терема Муавролапласа позволяет прикинуть, какой процент левый был на выборах. Есть всякие разные другие алгоритмы, позволяющие там отслеживать и дальнейшее. То есть это довольно развитая наука, позволяющая по статистике выборов понять, сколько там хорошо все. Как считать левый процент разности? В смысле? А, как почитать? Ну, в общем, да. Поскольку дальше картинка должна уходить вот сюда, то вот все, что ушло сюда, это левое. Ну, на самом деле, надо аккуратнее, потому что там пик, скорее всего, был бы чуть-чуть сдвинутый. Но суть, да, почти все вот это вот, оно левое. Вот эта вот часть. Ну, в принципе, да, нужно, конечно, делать аккуратнее, потому что пересчитать им от ожидания тоже, поскольку у вас тут образовалось какой-то левый кусок, который нужно выкинуть, значит, он повлиял на изначальное от ожидания, о котором мы говорили, значит, там все как-то немножко съезжает. То есть это, вот, я упрощаю картинку. Естественно, ну, это некоторые упрощения, но суть в том, что таким образом можно отловить всякие нарушения. Ну, на самом деле, это вот здесь у нас живут проценты. Да, здесь у нас живут проценты. А здесь живут количество участков. Мы получим количество участков, на которых имеется, получим прок участки, на которых столько-то процентов, получим, сколько из них участков, на которых произошли фальсификации. Количество вбросов, да, в чистом виде количество вбросов мы не получим. Нужно будет как-то исследовать это дальше. Но количество участков с фальсификациями, да, мы получим таким вот образом. Вот такая вот схема, позволяющая понимать что-то, что происходит с выборами. Ну, да, есть более тонкие вещи, которые позволяют еще и отслеживать, за кого там все выбрасывалось, и тоже исходя из распределений. Ну, да, раньше в России была распространена вот такая картинка. Эта картинка – это Северный Кавказ. Это всегда так было. Это действительно особенность тамошних жителей. Да, это схема не работает на них, но в остальном действительно была гладкая картинка. А сейчас картинки вот такого вот вида. И, в общем, что означает, что как-то все совсем не так, как оно должно быть. Так, ну, давайте я еще, пожалуй, отвлекусь от этой темы. Да, если кому интересно, это все ловится в общем интернете. Во-первых, есть книжка «Математика выборов». Во-вторых, есть статья в троицком варианте, где это все описано более подробно и наглядно, с большим количеством картиночек. Ну, и действительно, есть еще у Шени какая-то статья тоже вот про такие же штуки. Поскольку это все довольно простая математика, то много кто это делал. Там нужно немножко понимать в теории вероятностей, чтобы отследить простые вещи. Ну, а дальше там выкинуть левое и посчитать истинный результат. Ну, тоже можно, но это уже требует более серьезной работы. Да, еще я, в общем, почти все уже рассказал, что хотел. Еще есть теорема по сону, которую тоже надо бы рассказать. Это же, кстати, я ее докажу, что большая редкость в последнее время. Пусть у нас P от N – это вероятность, что она, во-первых, стремится к нулю, причем не просто стремится к нулю, а P от N ведет себя, как лямбда делить на N. Вот, лямбда такой положительный не шло. Это существенно, иначе будет ерунда. И мы рассматриваем схему Бернолли, где вероятность – это как раз P от N. То есть рассматриваем схему Бернолли с кси 1 кси N, где у кси единичка с вероятностью P от N и 0 кс вероятностью 1 минус P от N. И хотим узнать, какова вероятность того, что S N – это будет K. Как ведет себя такая вероятность? Что это такое? Это мы, в общем, посчитать можем. Да, это C из N по K, на самом деле. На P в катой, на Q в N минус катой. Не правда ли? У нас должно выпить ровно K единичек. Это C из N по K способов, а вероятность того, что выпало ровно K единичек – это вот такая. Ну и, соответственно, теорема Поссона утверждает, что это все эквивалентно. E в степени минус лямбда на N факториал и на лямбда в N. Не N в катой. По N у нас предел, естественно, в катой. В катой – это при стремящемся восконечестве. То есть у нас на каждой схеме вероятность меняется, но меняется фиксированным образом, достаточно фиксированным. Тогда оказывается, что вот мы можем посчитать, каковы шансы, что в пределе у нас получится K. Ну, давайте эту чарему мы даже докажем, поскольку тут все просто. Мы вполне можем доказать. Значит, мы, в общем, проверять будем вот эту вот ассимтотику. Естественно. Что тут написано? Тут написано N на N минус 1 на N минус K плюс 1 делить на K факториал. На P что такое P? Да, K у нас фиксированное число. Значит, P – это у нас лямбда на N катой. А про Q? Что мы знаем? Про Q надо аккуратнее писать. Ну, давайте я пока буду даже пожилый писать чуточку аккуратнее. Вот оно эквивалентно. Это значит, что надо написать плюс O маленькой от единички тут. Вот так. А здесь написано 1 минус лямбда с O маленькой от единички на N в степени N минус K. Вот такая штука. Мы хотим проверить, что это эквивалентно е в степени минус лямбда на лямбда в катой на K факториал. Ну, K факториала сразу ликвидируем, чтобы не мешались. А теперь вот это произведение и вот здесь N в степени K. Это что такое получается? Это значит N умножить на 1 минус 1N и так далее на 1 минус K делить на N. Но это все ведет себя как N в степени K. Это все ведет просто эквивалентно единице, стремится к единице. K фиксировано, N стремится к бесконечности. Значит, вся вот эта штука просто эквивалентно единиц. Дальше. Лямбда плюс у маленькой от единицы в фиксированной степени K это просто лямбда в катой. Значит, вот эта штука получилась эквивалентно лямбда в катой. И что нам осталось? Осталось только экспоненту выковырить. Значит, осталось понять, что 1 минус лямбда плюс у маленькой от единицы изделить на N в степени N минус K эквивалентно е в степени минус лямбда. Ну, поскольку здесь константа, то просто надо понять, что стремится к е в степени минус лямбда. Ну, да, это, в общем, понятно, что там. Если мы это добро прологарифмируем, то мы получим, что нужно понять, что N минус K на логарифм 1 минус лямбда плюс у маленькой от единицы на N. Это есть что? Эквивалентно я буду писать. Это эквивалентно. N минус K просто эквивалентно N. К фиксировано. Логарифм эквивалентен тому, что написано под логарифмом. Единицы на N. N-ки сократились. Осталось эквивалентно минус лямбда. Вот. И таким образом получается, что вот эта штука будет эквивалентна е в степени минус лямбда. Ну, и даже теорема мы доказали. Так, ну, и что тут еще надо сказать? Из доказательства должно быть, что понятно, что это все. Давайте поймем, при каких K все это можно писать. На самом деле, при K фиксированном понятно, что можно, а реально можно не только при фиксированном. И здесь, вот в этом месте, в этой эквивалентности, мы пользовались лишь тем, что K это есть у маленькой от N. Ничего больше нам было не нужно. А здесь, ну, так, здесь нам вообще ничего не нужно. А вот здесь, здесь нам нужна штука, это есть у маленькая от, кажется, корней из N. Если я не ошибаюсь, тогда там, мы когда-то, когда считали асимптотики обнимиальных коэффициентов, что-то такое выясняли. По-моему, там нужно было корень из N написать. Я сейчас не помню, это вы можете пролистать назад, посмотреть, что же там было нужно, чтобы вот такую вот эквивалентность написать надлиминомиального коэффициента. Вот. Ну, и таким образом оказывается, что эту формулу можно писать не только при фиксированном K, но и при K гораздо медленнее растущем, чем N. Ну, вот как, например, как корень из N вроде бы хватает. Опять же, как и для формулы Муавра-Лапласа, есть всякие теоремы, говорящие, с какой скоростью все эти стремления происходят. Значит, здесь информацию о том, с какой скоростью все это происходит, дает теорему Прохорова. Которая говорит следующее, что сумма вот таких вот модулей разностей минус минус эта штука. Значит, эта сумма меньше либо равна 2 лямбда на N на минимум из 2 и лямбда. То есть, заведомо не хуже, чем разность, заведомо не хуже, чем одна N. Ну, так, константа на N. Не одна N. Какая-то константа стоит. Не хуже, чем констант на N. Эта часть отличается от этой. Не больше, чем на константу на N. Ну, у нас реально гораздо меньше, потому что ряд надо просуммировать, что он сходился. Что-то должно быть не просто так, что каждый член не происходит в единице. Нечто лучшее, но, по крайней мере, то, что оценка константа на N есть, это с теоремой сразу видно. Вот. Ну, что тут еще можно сказать? Я как-то это не упомянул, когда говорил про формулу Мавра-Лапласа. Надо бы еще про нее сказать, что результат у нее, давайте просто сравним, результат у нее будет лучше, чем у оценки Чебышева. Просто, честно, нарисуем то и другое. это, в общем, две формулы. Поймем, что она гораздо сильнее. Чебышев нам говорил, что вероятность того, что SN на N минус P больше либо равно эпсилон, меньше либо равно единице на 4N эпсилон квадрат. А если мы, то есть вероятность того, что наоборот, вот такая штука. Для вот этой разности, что нам говорит, что нам говорят Мавра с Лапласом? Они нам говорят, что здесь написано SN минус PN делить на корень из N по Q. Это должно быть меньше либо равно N делить на корень из N по Q. Здесь минус не влезло. Минус N делить эпсилон пропущенное эпсилон на корень из N по Q. это просто одна и та же вероятность. То есть тут написано эпсилон на корень из N на корень из PQ. А тут написано минус эпсилон корень из N на корень из PQ. Так вот Маврус Лаплас говорит, что это ведет себя как интеграл опять же множитель на корень из 2P. Интеграл от минус эпсилон на корень из N на корень из PQ. Эпсилон на корень из N на корень из PQ. E в степени минус x квадрат пополам dx. А вот этот интеграл в общем сходится с огромной скоростью, потому что E в степени минус x квадрат пополам очень быстро убывает. Это что? Это будет больше либо равно единица минус сколько надо написать? 2 интеграл по хвосту. Корень из PQ до бесконечности E в степени минус x квадрат пополам dx. Дальше его несложно оценить, понять, что то, что здесь вычитается гораздо меньше, чем то, что здесь вычитается. ну там совсем примитивная оценка, которая даст примерно то же самое. А, ну вот, вот как можно оценить этот интеграл. Сейчас оцениваем интеграл от A до бесконечности E в степени минус x квадрат пополам dx. Он сейчас мы оцениваем его сверху. Он меньше либо равен 1 AT на интеграл от A до бесконечности x на E в степени минус x квадрат пополам dx. Последний берется и дает нам E в степени минус а квадрат пополам. А теперь мы вспоминаем, что у нас такое было A. A было ε на корень из n на корень из pq. Значит, здесь мы получили, что ε на корень из n на корень из pq. А вот тут мы получили А квадрат пополам. E в степени минус ε квадрат на n на 2 pq. Ну, несложно понять, что вот эта штука получается гораздо меньше, чем вот эта штука. Почему? Потому что, например, эта штука, во-первых, вот эта штука меньше единиц. А во-вторых, вот эта штука это в точности корень из вот этой. Но если мы вспомним, что вместо четверки надо было написать реально, вместо одной четверти написать pq, если писать точно, то здесь получается pq делить на n на квадрат. А здесь корень из этой штуки. Поэтому сейчас, нет, а, нет, это не в ту сторону останка получилась, да? Здесь квадрат написан, значит, квадрат меньше. Так, не срослось. Хорошо. тогда нужно вспомнить, что вот эта штука, чтобы здесь было что-то осмысленное, эта штука должна быть довольно маленькой. А если эта штука маленькая, ну, там что-то разумное получалось, ну, хотя бы там меньше одной десятой, 10% тогда будет отклонение. Тогда здесь мы получим е в степени минус 5. Это же уже очень мало. То, чтобы по формуле Лапласа, а не по формуле непонятностей Чебушева, мы получили отклонение порядка 10%. Здесь должна быть вот эта штука порядка одной десятой. Значит, вот сюда нужно подставить одну вторую и еще на 10 умножить. То есть е в степени минус 5. Но это гораздо быстрее. При том, что я очень сильно загрубил оценку здесь. Можно еще было наковырять что-то поточнить. Ну, на самом деле здесь не сильно загрубил. Но загрубил все равно. То есть можно еще поуточнять формулу и что-то там получится. То есть суть в том, что теорема Лапласа, она гораздо более сильный факт, чем закон больших чисел в форме Вернольда. Ну, правда и вот мы закон больших чисел мы доказывали, а у Ауру Лапласа мы так сформулировали и пользуемся. Ну, в принципе, для прикладных нужд тоже неплохо. Ну, пожалуй, все, что я хотел сказать про вероятность. Как примерно доказывается теорема у Ауру Лапласа я рассказывать не буду. Хотя одно время думал, что может три слова скажу. Не, не буду только запутывать вас. Там довольно сложные оценки. Не буду ничего писать на эту тему. Ну, тогда все, лекция закончилась на этом. И лекции в математическом ликбезе тоже. в математическом